И только самый преданный подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды, считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, умничка! Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Allplay, и мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Сегодня у нас будет 8 прикольных мобильных игр, парочка из которых у нас будут новые. Начинаем с Big Battle 3D. В этой игрушке нам с вами нужно постоянно будет развивать нашу армию, добавлять новых воинов, улучшать воинов, которые у нас уже есть, и потом, соответственно, стараться с помощью вот этих воинов захватывать вражеские замки. У меня есть пока что 3 вот таких вот прикольных синеньких стикмена, и у нас сейчас будет сражение. Против меня 3 фиолетовых, 3 оранжевых стикмена, но у них, видите, оружие в руках есть, у них есть мечи, поэтому они наносят побольше урона, чем мои, и меня уничтожили. Мы с вами заработали немножечко денег, и теперь можем прокачивать параметры у наших бойцов. Это может быть, конечно же, количество армии, то есть мы с вами можем добавлять еще нашу армию, либо прокачивать, к примеру, оружие нашей армии, ну, либо, конечно же, деньги прокачивать для того, чтобы побольше монеток зарабатывать. Давайте мы с вами чуть-чуточку прокачаем нашу армию, и теперь у меня получается уже 5 вот таких вот синеньких человечков. Мои 5 человечков синеньких против 3 оранжевых, хоть у них и оружие, но у меня все-таки 5 чуваков есть. Я думаю, что в этом сражении мы должны с вами уже победить. Да, получается, что моего одного все-таки уничтожили, видите, осталось только 4, но, тем не менее, замок захвачен, сейчас опять нам начислят кое-какие вознаграждения, кое-какие деньги, мы потом с вами опять же за эти деньги будем прокачивать параметры в нашей армии. Также я тут уже, получается, собрал немножечко ключиков, и сейчас мы с вами, по-моему, сможем открыть 3 любых рандомных сундучка. В этих вот сундуках у нас есть вот такая вот расстановка, то есть мы с вами не только будем нападать вертикально, но теперь горизонтально можно будет нашу армию простраивать. Давайте рандомно откроем 3 сундучка, и вот вуаля, мы с вами, смотрите, в принципе, прям с первого раза новое вот это вот построение себе открыли. Видите, мы с вами можем вот так вот нападать, изначально мы вот так вот нападали, и теперь мы с вами можем наше строение поменять. Также у нас есть чуточку еще денег, можем либо прокачивать параметры, либо прокачать денежки. Давайте мы с вами прокачаем деньги для того, чтобы побольше денег с сражений у нас тут с вами капало. Итак, у нас получается 5 стикменов, вражеских тоже получается 5 стикменов, но нас, к сожалению, уничтожили, потому что, видите, у врагов щиты есть, у врагов есть оружие, У нас, к сожалению, нет ничего Поэтому обратно за эти деньги, которые у нас есть Мы с вами можем опять поменять построение И добавить еще одного воина А, не могу, ребят, еще одного воина добавить Мне нужно будет улучшить для начала урон Короче, нам нужно будет еще разочек сразиться Мы с вами опять, наверное, проигрываем Но зато мне подкинут немножечко денег И потом за эти деньги, которые у меня тут будут Я смогу прокачать уже урон в моей армии И потом мы с вами обязательно сможем одолеть врагов После того, как одолеем врагов Захватим замок, переходим к следующей миссии Итак, видите, мне тут показано, что нужно прокачать Мы с вами давайте прокачаем наших двоих воинов У них тут появились уже перчатки И теперь можно уже, по-моему, будет добавить нового бойца Но чуть-чуточку денег нужно будет еще под насобирать Итак, смотрим Чуть-чуточку мы прокачали наших воинов У двоих из них есть боксерские перчатки И смотрим, вот что делают боксерские перчатки Смотрите, получается, что, возможно, мы... Нет, мы, к сожалению, с вами обратно проигрываем Но это, конечно же, еще не конец Обратно же зарабатываем частично деньги Обратно за эти деньги можем себе прокачать новых бойцов Прикупить, чтобы их побольше было Либо обратно прокачать наших воинов К примеру, добавить еще две перчатки Вот такая вот прикольная игрушка Если она вам нравится, ставьте лайк И я в следующий раз попытаюсь в нее поиграть еще Вторая игра на сегодня у нас с вами будет Крафтсман 2020 Это у нас практически самая последняя новая версия Крафтсмана предыдущего года Она вышла буквально Недавно, прям перед самым новым годом И, ну вернее, обновилась перед самым новым годом И вот мы тут с вами один день уже выживали Получается, что у нас есть уже Кое-какие ресурсы, мы добыли тут с вами уже дерево Немножко, сделал я себе верстак и еще один блок шерсти У меня теперь тоже имеется Добрались мы с вами вот до какой-то такой вот территории Своего рода небольшого полуострова И на этом полуострове, кстати, можем Наверное, начать наше выживание Знаете, что мне тут не хватает? Не хватает мне еще два блока шерсти Для того, чтобы я сделал уже кроватку Но так как кроватки, к сожалению, пока что нет Давайте мы тогда с вами спустимся вот сюда вот вниз Попытаемся еще, наверное, раздобыть сейчас Частично древесинки И вот на этом вот полуострове, на котором Про который я вам говорил, начнем, наверное, постройку Нашего собственного домика Сделаем изначально, наверное, чуть-чуточку факелов Осветлим этот полуостров и когда будут злые мобы Все-таки ночью спавнятся, так как у нас нету кроватки То, скорее всего, что нам придется защищаться И желательно осветлить эту территорию Чтобы мы с вами вообще видели, против кого мы сражаемся Чтобы мы могли с вами этих злых мобов уничтожать Сейчас я вот эту вот елку На конца, наверное, уже срублю Пособираю я вот эти вот все блоки И мы с вами, наверное, перейдем к этому вот полуострову Вот видите, тут, в принципе, нам нужно будет защищать только вот эту вот территорию От злых монстров И если мы с вами вот эту вот территорию сумеем защитить Нам монстры ничего не смогут сделать Ну и мы тут, конечно же, с вами в дальнейшем построим, наверное, наш домик На котором и будем В котором и будем жить Так, что мне нужно делать? Мне нужно, наверное, затарить немножечко булыжника Потому что у меня тут нету вообще булыжника Для того, чтобы сделать факела Нужны, конечно же, булыжник и печка Поэтому нам нужно либо прокопаться где-нибудь в каком-нибудь направлении, либо найти пещерку какую-то, шахту. Ну, скорее всего, что штахту мы с вами тут не найдем, поэтому давайте, наверное, знаете, что сделаем? Давайте все-таки сделаем себе хотя бы деревянную лопату. С помощью деревянной лопаты, деревянной кирки я попытаюсь раздобыть чуть-чуточку булыжника, и в дальнейшем у нас с вами будет возможность уже сделать, наконец-таки, факела. А потом с помощью факелов мы с вами осветляем вот эту вот территорию, и если даже какие-то мобы будут тут спавниться, мы с вами их будем видеть и сразу же будем их уничтожать. Давайте вот с этой стороны попытаемся мы сделать небольшой такой подкоп и посмотрим, что у нас тут будет. Помимо вот этих вот блоков песка и земли, я надеюсь, что мы с вами еще булыжник найдем или, возможно, какие-то другие ресурсы. Да, уже, в принципе, я вижу два блока булыжника, это хорошо. Сейчас мы с вами еще чуть-чуточку вот эту вот землю поубираем, для того, чтобы у нас тут была побольше территория. Потом мы с вами соберем, как я сказал, вот эти вот блоки булыжника, сделаем себе печку, и будут у нас прикольненькие факелочки. Правда, нам нужно будет еще, наверное, с вами сделать каменную кирку, потому что вот этой вот деревянной киркой очень долго добывать эти блоки булыжника, да и вообще все остальные блоки. Но когда мы с вами сумеем найти железо здесь, рано или поздно мы с вами железо обязательно найдем, нам нужно с вами будет сделать еще железную кирку, потому что только железной киркой, как и в Майнкрафте, здесь можно будет добывать такие ресурсы, как, к примеру, золото. Вот такой вот простой каменной киркой мы с вами золото не сможем раздобыть. Ой, даже не каменный, а деревянный. Ну и каменный тоже, кстати, мы с вами ничего не сможем раздобыть. Давайте пару блоков еще булыжника добудем, посмотрим, сколько у нас этого булыжника уже будет. На кирку, я думаю, точно нам хватит. И на печку нам тоже хватит Возвращаемся на наш полуостров, на котором и будем выживать Делаем мы тогда с вами побырику печку Кстати, я тут проголодался немножко, у меня вроде и еды нету Давайте мы сейчас с вами, пока у нас будут факелайти создаваться Пойдем кого-нибудь попробуем еще кокнуть И постараемся потом в дальнейшем приготовить себе какого-нибудь мяска Потому что ночью нам нужно будет с вами что-нибудь кушать Нужно будет восстанавливать нам с вами наши силы И нужно будет восстанавливать наше с вами здоровье Итак, пока это все у меня тут готовится Я пойду и постараюсь кого-нибудь раздобыть Друзья, если нравится данная игрушка, ставьте лайк, в следующий раз мы с вами продолжим здесь же выживать Третья игра у нас с вами называется Джонни Трайгер Я как-то давно очень не играл и тут я даже добрался до 65 уровня Давайте попытаемся еще пару миссий пройти Итак, у нас с вами есть вот такой вот Джонни Трайгер И этим вот Джонни Трайгером мы с вами должны будем уничтожать злых этих вот бандитов Мы с вами должны по возможности стрелять им в голову Если не получается попасть ему в голову, то нужно хотя бы в тело попасть Главное, чтобы попасть в него И когда попадаешь в этого злого чувачка, он, соответственно, погибает А мы с вами продвигаемся вперед И вот 66 миссия, здесь нам нужно будет сражаться с боссом С боссом сразиться будет немножечко сложнее, но все-таки, я надеюсь, у нас получится Нам нужно побольше нанести ему повреждений Чем больше мы ему с вами нанесем повреждений, тем будет лучше У нас тут, кстати, по-моему, неограниченное количество патронов есть для этого босса Видите, я его тут немножечко уже покосил, еще 2-3 выстрела И мы этого злого-призлого босса уничтожаем Вот, пожалуйста, 66 уровень сражения с боссом Мы с вами босса победили и заработали немножечко денег Потом в дальнейшем за эти деньги мы с вами сможем себе прикупать новое оружие Тут со временем будут появляться у нас небольшие такие, как бы, магазинчики И мы с вами в этих вот магазинчиках сможем прикупить себе новое оружие За те деньги, которые насобирали Так, у нас тут есть возможность вот так вот уничтожить двоих прям И тут вот еще одного уничтожить И вот последнего, отлично Прикольно, правда же, у нас тут получилось Я думаю, что еще где-то уровень 2 И у нас будет магазин, в котором можно будет уже выбрать оружие У меня тут, кстати, не очень много денег есть Потому что я уже ранее прикупал себе тут оружие Но, тем не менее, надеюсь, у нас все получится Итак, двоих мы с вами уничтожили Еще одного уничтожили и еще одного Да, хорошо, продвигаемся вперед Здесь у нас уже будет 3 задания в этой миссии И как раз-таки, возможно, в этом задании Будет возможность у нас с вами прикупить себе новое оружие Смотрим Нет, пока только сохранились Продвигаемся дальше Здесь у нас обратно злые вот эти вот бандиты Которых нужно уничтожить Я прям целяю им в голову Видите, сколько хитшотиков мы с вами сделали А вот у нас... Нет, не магазин, это туалет Я подумал, что это у нас будет магазин Но это у нас туалет Ну вот, где-то вот-вот должен будет у нас магазин быть И мы там сможем с вами прикупить, как я сказал, уже себе новое оружие Также мы тут с вами, видите, миссии выполняем Зарабатываем деньги И зарабатываем кристаллики Постараемся сейчас мы с вами уничтожить Ой, видите, вот я, получается, вот этого чувака Не попал в него И он меня уничтожил Для того, чтобы он меня не уничтожил Мне нужно срочно в него попадать Нам бы хотя бы до магазинчика хотя бы одного дойти Чтоб я вам показал, что есть такие магазинчики И вот еще один чел Отлично Этих мы с вами троих завалили Еще сейчас одного завалим, да И сохранились Так, ну где-то тут уже он должен быть, этот магазинчик Я очень хочу показать вам, что тут есть прикольное оружие Правда, они стоят очень дорого Из всех тех денег, которые у меня есть Я сумел себе прикупить как раз-таки вот такие вот полуавтоматы Полупистолетчики А, вот это у нас, короче, не оружие А здесь у нас, своего рода, типа, есть возможность выбрать Один из трех сундуков И в одном из этих сундуков у нас может быть вот это вот оружие, видите А в двух других будут деньги Давайте мы с вами выберем, к примеру, самый-самый последний И тут у нас 50 монеток Для того, чтобы открыть еще какой-то сундук Нам нужно смотреть рекламы Смотреть рекламы мы здесь с вами не будем Поэтому просто-напросто продвигаемся вперед Ладно, давайте еще одну миссию пройдем Если магазина у нас тут не будет То постараемся уже в следующий раз Прикупить новую волыну для нашего Джонни Трайгера И постараемся здесь как можно больше уничтожить врагов А, отлично, 70-ю миссию мы с вами прошли Если вам понравилась данная игрушка Ставьте лайк, либо пишите об этом комментариях Четвертая игра на сегодня У нас с вами будет Мастер Крафт Продолжаем мы с вами выживание на необитаемом острове И здесь на необитаемом острове Мы уже с вами много чего сделали Много чего еще предстоит сделать, но много чего уже и сделано Сегодня мы с вами до конца доделаем уже наш полноценный домик И возможно даже переедем в этот вот наш полноценный домик Тут совсем немножко мне еще осталось Для того, чтобы до конца его уже доделать Получается, что я тут делаю уже и пол Также я тут немножко уже раздобыл стекла Для того, чтобы вставить в наши окна И еще мне нужно будет чуть-чуточку булыжника Чуть-чуточку булыжника, чуть-чуточку стекла И чуть-чуточку вот этих вот досок Для того, чтобы хотя бы сделать первый этаж И потом можно было бы тут себе жить, пожевать и добра наживать Ну что же, есть у нас еще чуть-чуточку булыжника Давайте мы с вами попробуем до конца уже доделать Возможно, еще эту стену Если хватит, конечно же, ресурсов Если не хватит ресурсов, придется нам тогда Еще разочек Идти в шахту нашу И постараться еще чуть-чуть раздобыть ресурсов Хватило, смотрите, булыжника у меня полностью хватило Еще даже два осталось, это хорошо Значит, с булыжником проблем больше не будет Теперь нам нужно с вами еще раздобыть Чуточку древесинки, давайте мы с вами вот этот вот дуб срубим Который тут у нас уже, кстати, вырос И с этого дуба мы раздобудем С вами немножечко досок И с помощью этих досок, возможно, сделаем уже наконец-таки пол А также мне нужно будет еще раздобыть Чуточку песка, давайте мы берем с вами лопату И где-то здесь вот еще накопаем этого песка И закинем вот этих вот пару блоков песка Еще в печку, для того, чтобы она переплавлялась И для того, чтобы потом в дальнейшем мы с вами смогли Раздобыть себе стекло Тут, кстати, не так-то много и нужно мне будет этого стекла Но еще немножко, конечно же, нужно будет Его наплавить Итак, закидываем в печку Мы с вами 16 вот этих вот блоков песка Так, с помощью верстака Давайте мы с вами разочнем немножечко досок Ну и часть, возможно, досок Мы сюда вот с вами закинем Давайте вот так вот небольшую часть закинем Чтобы у нас стекло переплавлялось А вот этих вот 16 досок Давайте мы сейчас с вами вот здесь вот попробуем Уже до конца доделать Итак, выставляем мы с вами Вот эти вот блоки на пол Нужно нам убрать для начала землю И нужно убрать вот эти вот еще блоки песка Которые тут есть Кстати, они нам тоже, возможно, в дальнейшем пригодятся Сейчас мы с вами это все убираем И на их месте будем выставлять, как я сказал Уже вот эти вот наши с вами Деревянные доски Так, сюда вот мы с вами можем расставить уже Видите, у нас такой довольно-таки прикольный полик получается К сожалению, у меня не хватит, наверное, дерева Для того, чтобы полностью это все заделать до конца Но постепенно, постепенно, я думаю, мы с вами Обзаведемся нужным количеством древесинки И будет у нас тут деревянный вот такой вот прикольный пол Будет у нас каменный домик И будет у нас тут прикольные стекла Довольно-таки обширные для того, чтобы можно было Хорошо сдалека за всем следить Здесь вот мы с вами еще можем Четыре стекла... Четыре окунушка вставить И у нас получился вот такой вот здоровенный-здоровенный обзорчик Ну что ж, ребятки, вот такое вот у нас тут выживание Кстати, тут у меня довольно-таки мало еды Поэтому мы с вами можем взять, к примеру, меч И пойти на соседний остров Там у нас есть коровка Можно будет, конечно же, коровку уничтожить Но там еще есть злой скелет Ну давайте мы с вами и злого скелета постараемся уничтожить И постараемся вот эту вот коровку еще тоже кокнуть Для того, чтобы раздобыть еще чуть-чуточку еды Так, этот вот скелет меня сейчас будет прессовать, наверное Мы с вами давайте его пару раз вот так вот ударим О нет, давайте мы, наверное, его вот так вот ударим Блин, он меня, ребят, прессует Смотрите, он меня еще и уничтожить может Ну ладно, давайте тогда просто коровку вот эту вот кокнем Будет у нас хотя бы два кусочка мяса Или хотя бы один кусочек мяса Сколько? Два кусочка мяса мы с вами раздобыли с этой коровки Сейчас можно этих будет два кусочка мяса закинуть в печку Пускай они себе там жарятся А когда я зайду сюда в следующий раз Можно будет тогда уже покушать Для восстановления голода и восстановления здоровья Так, сюда мы с вами тогда закидываем еще вот эти вот три кусочка мяса Пускай они себе жарятся А наше стекло можно будет уже обратно же Закинуть в наши вот эти вот огромные-огромные окна Вот такое вот прикольное выживание Здесь у нас, если понравилось данное выживание Ставьте лайк и я продолжу тут играть Пятая игра на сегодня у нас с вами Будет Динобаш И здесь мы с вами добрались до 31 уровня Давайте попробуем хотя бы тоже этот 31 уровень пройти И посмотрим, возможно со временем нам Откроется какой-то новый динозаврик Итак, с правой стороны на нас будут подходить Злые-призлые, вот такие вот всякие Это у нас получается типа Троглодиты, нам нужно будет этих Троглодитов стараться уничтожать И стараться так их уничтожать Чтобы они не успели уничтожить яйцо наших маленьких Динозавриков, с этой вот стороны у нас будут маленькие Динозаврики, которые и будут помогать нам С ними сражаться, пока у меня тут есть Пару способностей, пару Дополнительных вот таких вот иконок Для урона, мы с вами можем их применить К примеру вот такой вот здоровенный-здоровенный У нас есть валун, и этот здоровенный-здоровенный Валун должен будет уничтожить всех вот этих вот Троглодитов, и мы тут с вами еще и заработали немножечко яблочек. Теперь мы с вами можем обратно прокачать нашу яблоньку, которая побольше нам будет приносить уже этих вот яблочек. И постараемся также мы сейчас с вами еще уничтожить пару вот таких вот злых траглодитов, которые на нас тут нападают. Хорошо. Это у нас получается походу первая либо вторая волна. Яблок я уже чуть-чуточку набрал. Сейчас мы с вами отправим на сражение нашего Терексика и нашего Мамонта. Кстати, Терекс и Мамонт это два самых сильных монстрика, два самых сильных динозаврика, которые пока что у меня есть в данной игре. Ну что же, неплохо сражаемся. Очень даже неплохо этих вот злых-призлых мы с вами уничтожаем траглодитов с помощью наших дополнительных навыков и мы их уничтожаем. Итак, мне яблочек уже достаточно. Теперь давайте мы отправляем Мамонта. Отправляем мы с вами нашего Теренозаврика и давайте мы с вами еще отправим вот этого нашего Велоцираптора, который будет вроде как типа лучник. Он будет наносить повреждения этим злым траглодитам. Видите, он так вот бросает как бы такие шарики со своего хвостика и наносит повреждения им. Ну а наш Теренозаврик и наш наверное маленький Мамонт сейчас сделают свое дело. Мы с вами должны будем полностью уничтожить вот этих вот злых траглодитов и миссия у нас наверное будет пройдена. Здесь самое основное и самое сложное в данной игрушке это продержаться первые секунды для того, чтобы набрать нужное количество вот этих вот яблок. Когда набираешь хотя бы 20-30 яблок уже и 2-3 раза прокачана у тебя вот эта вот яблонька, то в принципе все. Можно сказать, что ты здесь по-любому побеждаешь. Мы тут с вами можем еще одного динозаврика призвать за 10 яблок. Видите, это у нас таранный динозаврик, он тоже очень хорошо прокачан и он просто с разгончику уничтожает всех попавшихся траглодитов вот этих вот. Ух, ничего себе, здесь вот у нас будет довольно-таки сложно. Смотрите, вот этот вот траглодит, наверное, сейчас моего Велоцираптора попробует уничтожить. Интересно, он сможет до него достать? О, а Велоцираптора очень мало оказывается здоровья. Смотрите, он один разочек его ударил и практически уничтожил. Но ничего страшного, мы пока что с вами держимся. Пошла у нас последняя волна. Сейчас тут будут появляться новые траглодиты и вот этой вот пещерки, а тут их уже будут поджидать наши с вами динозаврики. Отличненько, динозаврики наши тут сражаются. Глядите, тут два здоровенных босса. Моего Велоцираптора уничтожили. Мы сейчас с вами обратно его призовем. А тут вот два босса будут уже сражаться. Видите, этих два босса практически уничтожили моего Терексика и моего вот этого маленького слоненка. Давайте мы еще нашего таранного динозаврика отправим. Он сейчас частично поможет нашим в сражении. Ух, ничего себе, моего Терексика завалили. Но я сейчас новенького Терексика призову и сейчас я, наверное, новенького Мамонта призову. Хорошо, наши с вами войска пошли обратно же Надеюсь, что последний вот этот вот монстрик сейчас погибнет И мы с вами эту миссию уже наконец-таки пройдем Я думаю, что здесь мне даже не нужно было никого призывать Я просто вот этими вот дополнительными уронами Смогу его уничтожить, вот этого здоровенного монстрика, здоровенного траглодита И вуаля, у нас с вами победа, очередная победа, прикольно, правда же? Мы тут с вами заработали немножечко денег И сможем опять же прокачать наших тираннозавриков, динозавриков И проходить сражения, открывать новые миссии и новые компании Если понравилась игрушка Динобар, ставьте лайк, либо пишите об этом в комментариях Эта игра у нас с вами уже называется World Craft Building И в данной игрушке нам с вами нужно будет поднимать себе уровень И со временем отстраивать все новые и новые строения Мы тут с вами, по-моему, до третьего уровня всего-то навсего добрались Да, вот видите, я только в предыдущий раз наконец-таки успел себе прокачать третий уровень Из-за того, что построил вот такую вот прикольную ферму После того, когда мы с вами достигнем какого-то следующего уровня Вот здесь вот в постройках у нас будут доступны новые строения Видите, мы с вами можем построить еще два раза колодец Еще можем с вами построить три раза вот такой вот маленький домик Тут у нас еще различные постройки есть, которые мы с вами могли строить Это за первый уровень, это за второй уровень И вот новые постройки, которые доступны нам после того, когда мы с вами перешли на новый, на третий уровень Давайте мы сейчас с вами постараемся по Береку что-нибудь отстроить Ну, к примеру, я даже не знаю, что нам построить Давайте мы с вами попробуем построить вот такой вот прикольный кораблик Правда же, будет довольно-таки интересно Я думаю мы его с вами поставим тут вот где-то на воде И мы его можем в один клик построить за 2000 монеток Либо можем вот так вот поочередно каждый вот этот вот блок кликать Кликать по вот этим вот блокам, да И соответственно у нас тут будут кораблики отстраиваться Мы можем вот так вот в принципе изначально просто с одной стороны начинать эту вот построечку Если там у нас в дальнейшем какие-то блоки еще будут оставаться То есть мы с вами не все блоки там сумеем поставить А где-то 2-3 блока пропустим То вот те вот 2-3 блока мы потом с вами можем достроить с помощью уже денег Тут получается либо ты отстраиваешь все вручную Либо ты вот эти вот все блоки должен отстроить с помощью денег Вот, в принципе, одна корма у нас уже построена Сейчас мы еще с другой стороны эту корму себе тоже отгрохаем И будет у нас тут такой вот здоровенный корабль викингов, походу, да Ну, очень он похож на здоровенный корабль викингов У викингов какие-то такие вот похожие кораблики были Мы тут с вами можем либо этот кораблик себе отстроить Либо можем что-нибудь другое выбрать Но я пока что выбрал кораблик, поэтому будем строить корабль За этот корабль нам с вами подкинут опыта, по-моему, подкинут немножечко денег И когда мы с вами перейдем на еще один, на четвертый уровень Нам там обратно же будут доступны какие-то новые постройки Мы с вами их сможем как раз-таки со временем тоже строить Давайте вот так вот постараемся побольше прокликать тут Побольше техблоков повыстраивать Нам нужно, наверное, будет вот так вот подняться вверх Давайте мы с вами поднимемся вверх И вот тут вот еще корму попробуем уже до конца достроить Корма у нас тоже практически уже готова Закончить постройку мы с вами можем за 680 монеток Либо еще можем частично пару блоков поставить А потом уже те блоки, которые все-таки тут останутся, да Которые мы с вами не сможем найти и мы с вами можем тогда их отстроить уже за денежки Так, еще нам нужно мачту построить и флаг этот здоровенный Давайте это мы с вами и сделаем Тут прикольно в этой игрушке то, что можно летать Например, у нас тут есть еще игры, похожие на данную игрушку Это у нас Block Craft 3D и Exploration Craft Так вот, в Exploration Craft и Block Craft 3D мы там с вами летать не можем В Exploration Craft мы можем летать только тогда, когда купим себе дракона И на драконе сможем сверху летать, да А в Block Craft 3D мы с вами только сможем летать после того, когда задонатим И когда купим себе эту возможность А здесь вот мы с вами, в принципе, можем просто-напросто взлетать И вот таким вот образом построили такое вот крутое строение Это у нас, ребятки, корабль Видите, нам с вами добавили немножечко экспириенса Еще 2-3 кораблика, мы с вами переходим на следующий, на 4 уровень И у нас будут открыты новые постройки Если понравилась данная игрушка, ставьте лайк и мы продолжим в нее играть Предпоследняя игра на сегодня у нас с вами называется Clash of Clans В данную игру я играл очень и очень мало раз Раза 2 или 3 Поэтому в данной игрушке я полнейший нубик Пожалуйста, ребят, если вы прошарены в этой игрушке Если вы профессионал данной игрушки И знаете, как тут нормально развиваться Что тут нужно зачем делать, для того, чтобы нормальную базу построить и так далее Напишите, пожалуйста, в комментариях Подскажите мне, так как в данной игрушке, еще раз повторюсь, я полнейший нубик У меня тут есть база, которая чуть-чуточку развита Я уже 3 уровня И здесь мы с вами можем построить кое-какие построечки Либо можем что-нибудь улучшить Например, мы с вами можем золото добывающую шахту улучшить За 700 вот этих вот единиц маны Это у нас не маны, это, наверное, эликсирчик у нас, да? Либо мы с вами можем еще что-то улучшить Например, мы с вами можем также шахту по добыче эликсира за 700 монеток прокачать Ой, за 300 монеток прокачать Мы с вами это все прокачиваем У нас есть 2 рабочих И эти вот 2 рабочие у нас будут эти шахты прокачивать И все сами постройки нам с вами строить Также мы с вами можем убирать здесь вот всякие камни Можем мы с вами убирать различные грибы, доски, деревья и так далее Но для этого нужно тратить либо эликсир, вот, например, чтобы убрать вот этот вот, ну, гриб какой-то, да, траву, нам с вами нужно 100 эликсира заплатить. Если убрать вот этот вот здоровенный камень, мне нужно будет заплатить аж 20 тысяч голды, поэтому пока этот камень у меня тут будет находиться. Ну и, конечно же, вот есть армия, которую я постепенно создаю. Давайте мы с вами за 9 гему максимально быстро ее создадим. И вот здесь вот, видите, вся эта армия у меня получилась возле вот такого вот здоровенного костра. Она тут будет собираться, и потом мы с вами сможем с помощью этой армии сражаться с другими чуваками. Ну что же, давайте попробуем провести сражение. Не факт, что мы его, конечно же, с вами выиграем, потому что в эту игрушку я не очень часто так играл. Так, вижу, что у нас тут есть, походу, одна, вторая. Ну, наверное, нам нужно вот отсюда где-то нападать, но я вижу, что тут, ребята, походу... Так, выбираем мы с вами этих воинов. Получится нам здесь напасть или не получится? Давайте мы вот отсюда постараемся закинуть наших воинов для того, чтобы они уничтожили вот эти вот вышки. Здесь у нас получается, что нужно будет уничтожить вот эти вот две вышки. А, тут у нас еще пушка есть здоровенная. Что же ты будешь делать? Тут, короче, есть пушка и вот эти вот две вышки. Если мои воины сейчас уничтожат вот эти вот две вышки и потом вот эту вот третью вышку уничтожат, то мы с вами выиграем. Ну, они, смотрите, какие глупые эти воины. Да, в этой игрушке у нас немножечко глуповатые воины. Они просто-напросто не уничтожают то, что нужно. И, соответственно, вот эти вот две пушки полностью раздамажат сейчас мою армию. Я просто-напросто погибну. Наверное, ни одну звездочку не заработаю. Скорее всего, что так, ребята. Мы с вами своими войсками не сумеем разрушить достаточное количество базы и достаточное количество повреждений. Мы с вами не нанесем вот этому вот врагу. И нам с вами засчитали поражение. Видите, минус один кубок. Говорю, что я здесь нубик, полнейший нубик. Поэтому, пожалуйста, подскажите в комментариях, что зачем нужно делать для того, чтобы тут как можно лучше сражаться и как можно больше соперников выигрывать. Кто подскажет, буду очень-очень благодарен. Вот такая вот прикольная игрушка, где мы с вами развиваем, начинаем развивать нашу базу. Если нравится данная игра, ставьте лайк. Последняя игра на сегодня у нас с вами будет Майнкрафт. И у Майнкрафта поиграем в Lucky Islands. Здесь у нас будет 12 игроков. Нам нужно будет залутать как можно больше сундуков. Вот этих вот лаки-блоков, вернее. И те вещи, которые будут выпадать с лаки-блоков, будем использовать для сражения с нашими соседями. Так, пока мы с вами залутали всего-то нам всего два этих вот лаки-блока. Тут вот у нас еще есть пару лаки-блоков. Нам нужно срочно это все лутать. И, возможно, со временем мы с вами получим какие-то нормальные вещи. Ну, пока не очень нормальные вещи у нас тут с вами выпали. Я вижу, что тут не только мне не очень хорошие вещи выпали. Тут и моему соседу. Смотрите, чешуница прям сразу же на него нападает. Вот бывает тут иногда такое, что хорошие лаки-блоки попадаются. А бывает такое, что не очень хорошие. У нас есть уже вот такая вот прикольная вышка. Если бы еще какое-нибудь оружие, можно было бы тут, конечно же, уже, наверное, засесть в этой обороне. И потихонечку уничтожать наших соседей. Это у нас что за? Жезл. Мы с вами можем проложить путь. С вами можем проложить путь и открывать еще другие лаки-блоки. С этого лаки-блока у нас что-нибудь нормально будет выпадать. Ой, здесь у нас черная дыра. Видите, как нам с вами не повезло. Если бы я ближе подошел к этой черной дыре, она бы меня уже уничтожила. Так, открываем еще лаки-блоки. Здесь у нас что? Здесь у нас простые блоки. Ребята, к сожалению, никаких нормальных вещей здесь мне не подкинули. Никакого ни оружия, ничего такого нормального, чьем бы можно было подживиться. Есть у нас тут, правда, еще эндер-жемчуг. Хотя бы что-то, да? Мы с вами хотя бы эндер-жемчугу можем тогда стараться хотя бы путешествовать получше. Так, разбиваем вот эти вот все лаки-блоки, какие у нас тут есть. Сейчас надеюсь, что хотя бы что-нибудь прикольное тут у нас будет. Пожалуйста, дайте нормальные вещи. Ой, меня тут бьют, ребятки. Блин, меня сбросили. И капец, пока я тут лутал эти вот лаки-блоки, пока я пытался разбить все эти лаки-блоки, сюда вот подпрыгнул какой-то чувак и прям сразу же меня уничтожил. Но и этого чувака только что завалили, представляете? А вот так вот, будешь знать, как меня трогать. Если бы он меня, конечно, не трогал, мы бы, возможно, залутали вот эти вот сундучки, все лаки-блоки. Отсюда повыпадала бы какая-нибудь бронька оружия. Можно было бы неплохо себя тогда чухать и стараться уже сражаться с другими чуваками. Ну ладно, в следующий раз так попытаемся и сделать. Если нравится Лаки-Айленд, ставьте лайк. Ну а сегодня мы с вами поиграли в 8 прикольных мобильных игр. Проголосуйте в комментах и напишите название игры, которая вам понравилась больше всего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами, как всегда, был Алтплей. Всем удачи и всем пока!